Яблок нынче много, но впрочем у хорошего садовода яблок всегда много, и мы об этом еще как-нибудь поговорим. Когда я приезжаю на свой участок, прежде всего я занимаюсь сбором падалицы. Ну, падалица всегда бывает и у хорошего садовода, и у плохого, и ее, конечно же, надо собрать. Если более-менее что-то не гнилое, это идет в переработку, там ударенное, может быть, чуть червивое, а вот если уж совсем вот такое гнилое, ни в коем случае не оставляйте это под яблоней. Вот многие садоводы спрашивают, а у нас яблоки гнилые, посоветуйте нам какую-нибудь волшебную таблетку, чтобы все сразу стало ап и все хорошо. Так вот, прежде чем какие-то применять меры, прежде чем применять какие-то препараты, ну, начните с того, чтобы элементарно просто вот это вот все собрать и утилизировать. Вот смотрите, вот это яблочко, о, все, это споры летят, это миллиарды спор летят. Вот это не видно, а я вот чуть-чуть вижу. Поэтому, если они валяются, если они висят в кроне, такие яблоки, то у вас просто там облака спор, идет постоянное заражение. Ну, поэтому соберите это для того, чтобы, по крайней мере, фитосанитарная обстановка на вашем участке хоть чуть-чуть лучше стала. Вот я хоть и собираю, но вот мои соседи не всегда собирают, да, но надо, чтобы это делали все. Ну, или хотя бы начните с себя, начните с себя. Вот, все это собрал, куда я это деваю. Ни в коем случае это выкидывать в контейнер нельзя, потому что у нас за этим строго следят. Это лишний мусор, тем более это все-таки органика. Я ее закопаю. Сейчас я вот выкопал яму, там у меня будет потом смородина сидеть, эта яма наполнится. Она спустя какое-то время все там перегниет. Картофельная ботва, помидорная ботва, вот эти вот яблоки гнилые перегниет. Потом посажу туда смородину, и вот это вот перегной образованное из этих гнилушек, а споры уже не выйдут никуда наружу. Это все будет использовано смородиной, так, года через 4, наверное, вот я из этих гнилых яблок получу очень хороший урожай смородины. Так что собирайте, собирайте, не ленитесь собирать падалицу. Ваш сад будет просто здоровее от этого. Так, ну вот она, вот она яма. Сейчас будем туда законопачивать гнилые яблоки. Все, которые превратятся потом в удобрения. В компостах нельзя, а вот в яму можно. Ну все, думаю, через полгодика, годик они превратятся в прекраснейшее удобрение, которое будет потом использовано моей черной смородиной. Субтитры создавал DimaTorzok